Добрый день, уважаемые коллеги! Уважаемые коллеги, уважаемые члены попечительского совета, рад вас приветствовать на очередном нашем заседании. До начала работы мы посетили объекты университетской инфраструктуры, где ведутся серьезные работы по реконструкции, по оснащению. Посетили классы, увидели процесс подготовки специалистов, много, в том числе и используются самые передовые технологии. Очень нас впечатляет та работа, которая идет по медицинскому кластеру, объект, который оказался в таком сложном положении. Военный госпиталь сегодня приводится в порядке. Я думаю, в ближайшее время это будет очень хороший центр для медицины, потому что симуляционный центр рядом, больница рядом. То есть будет удобно и работать, и, конечно же, оснащение, подходы очень современные. Ну и, конечно же, впечатляют нас научно-образовательные площадки гуманитарного и педагогических профилей. На базе Института международных отношений, истории и востоковедения создан центр по исламоведению, где проводится большая совместная работа с представителями религиозных и общественных организаций, силовых структур, исправительных учреждений. Ожидать, что деятельность центра и исследования ученых будут способствовать пресечению проникнований на территорию республики радикальных исламских течений. Это не просто слова-то, реальная работа идет, и она очень сегодня важна и нужна. Также и по адаптации мигрантов идет большая работа. В целях выработки единого подхода по подготовке специалистов в Институте психологии и образования создана необходимая инфраструктура для обучения педагогов разных направлений. Мы видели изучение языков. Я думаю, для наших крупных руководителей компаний тоже будет интересно, насколько специалисты какого профиля, китайский или индийский, все эти специалисты, их надо учитывать, потому что основная часть этих выпускников уезжает в Москву. Если мы будем организовывать целевой заказ, целевой набор, это большой потенциал, который мы могли бы использовать. Ну и, конечно же, прежде всего в этой работе заслуга команды ректора. Шат Рабхат всегда он сам грузится, других грузит, не всегда с ним приятно разговаривать, когда он деньги просит или Альберт не может вернуть деньги. Но все, что делается, делается во благо, потому что сегодня, если взять рейтинги, он, наверное, сегодня доложит, мы видим серьезные, серьезные изменения позиций нашего университета. Очень серьезные. И, конечно, здесь огромная поддержка, у кого больше, у кого меньше, в том числе и пописчителей. Сегодня у нас два доклада. Гафор Фильшат Рабхатыч и министр образования, вице-пример Фатахов Энгель Навапыч. Здесь, конечно же, Эншат Рабхатыч, наверное, расскажет о проделанной работе, о приоритетах, но сегодня тема у нас подготовка педагогических кадров, потому что, как уже и вся статистика, и все специалисты говорят, главное – это не только школа, не только оснащение, главное – это педагог. Вопрос педагогов. В целом, мы же хотим в целом уровень образования в республике поднять. Здесь два направления. Первое направление, прежде всего, это, конечно же, подготовка учителей для наших детских, дошкольных, образовательных учреждений. Очень важные процессы, чтобы они реально не отрывались, и даже вот система преподавания идет по схеме, как они будут работать в школах. И второе, конечно, это подготовка, переподготовка. Мир сегодня меняется, мы находимся в такой стадии, четвертая технологическая революция. Значит, если какие-то изменения были, там, за 50-100 лет, потом за 20, потом за 10 лет, сейчас изменения происходят, там, каждые 3-5 лет могут быть революционные изменения. И, конечно же, система образования, подготовка кадров, она должна соответствовать этим вызовам. И, главное, система подготовки, переподготовки, повышения квалификации, она обретает более такое серьезное значение. Я думаю, об этом сегодня расскажут. Сейчас, Рафаевич, мы внимательно слушаем Ваше выступление. Спасибо большое, уважаемый Растал Наргалеев, за добрые слова, оценку нашей работы и напутствия. Однако, прежде чем приступить к основному вопросу, повестке дня, к содержательной части нашего заседания, уважаемые коллеги, нам нужно решить один организационный вопрос о принятии в состав попечительского совета Казанского федерального университета генерального директора акционерного общества «Татнефть» Наэль Фатыча Маганова. Но это требуется по формальным признакам, поэтому я просто коротко хочу сказать, что мы уже давно плотно сотрудничаем с командой «Татнефть», крупнейшей нефтедобывающей компанией России. В 2013 году при финансировании «Татнефти» было реконструировано историческое издание по улице Чернышевская, номер 5, где сегодня располагаются научно-исследовательские лаборатории, института геологии, нефтегазовых технологий. Тем более предстоит в этом году и есть обоюдное согласие влить в состав Казанского федерального университета и Альметьевский институт, который, я думаю, и до последнего времени, и в будущем также будут координировать его работу в наше акционерное общество «Татнефть». Альметьевский институт «Татнефть» Он денег не жалел на развитие университета. Спасибо. Уважаемый Рустам Наргалевич, уважаемые члены попечительского совета, большое всем вам спасибо, что находите возможность для рассмотрения ключевых вопросов развития нашего университета. Прежде всего я хотел бы сказать о том, что попечительские советы Рустам Наргалевича у нас сформированы и активно приступили к работе в целом, где подразделение. Хочется еще раз выразить искреннюю благодарность всем нашим попечителям за их помощь и участие, где бы они ни работали. Наши обращения никогда не остаются без положительного округа. Я все-таки с чувством особой признательности отмечу несколько человек, никого не выделяю. Хочу сказать, что особые слова благодарности мэру города Казани Ильсу Раисовичу, министру транспорта республики Ленару Ренатовичу Сафину и Марату Мирсатовичу, главе компании «Пакер». Отдельно хотелось бы поблагодарить наши крупные компании «Таиф», «Татнефть», «КамАЗ», так как они не только содействуют в создании соответствующей инфраструктуры, но и работают с нами по прямым хозяйственным договорам. И эта кооперация не только дает нам ощутимую поддержку в финансовом плане, но и способствует нашей интеграции в деятельность ведущих компаний. Понимание отраслевой проблематики, что в свою очередь позволяет нашим ученым быть более востребованным реальным сектором экономики и способствует лучшему трудоустройству на предприятиях наших выпускников. Уважаемые члены попечительского совета, позвольте проинформировать вас об основных направлениях развития университета с момента последнего заседания. Это и о некоторых проблемах, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Ведь с последнего момента встречи прошло чуть меньше года. Перед заседанием мы во главе с президентом республики, председателем попечительского совета, объехали объекты нашей инфраструктуры. Юстам Наргалевич воочию убедился в масштабности начатых работ. Сегодня Казанский университет развивается по следующей модели. Нами, как вы помните, еще в 2013 году были выбраны приоритеты. Они показаны на слайде. В прошлом году на базе этих приоритетов были созданы так называемые стратегические академические единицы, которые вобрали в себя не только научные исследования, но и были направлены на разработку новейших образовательных программ по данным направлениям. Более того, эти направления сегодня востребованы реальным сегментом экономики. Отмечу, что все наши стратегические единицы носят ярко выраженный трансдисциплинарный характер, поскольку они включают многие предметные области. В частности, вот здесь на слайде разноцветными фигурками зелантов показаны задействованные области. Красная – это медицина, IT-технологии, образование, нефть, нефтехимия. Посмотрите, насколько там перекрываются все эти направления. В то же время, в начале этого года нами разработан ряд научных прорывов, которые, с нашей точки зрения, должны не только отвечать глобальным вызовам, но и решать задачи, имеющие практические значения для регионной страны. Остановлюсь на трех из прорывных проектов. По одной причине, что они сегодня получили положительную оценку Международного совета, и мы подаем их на государственную поддержку. Это проект, посвященный новым способам предупреждения лечения церебо-васкулярных заболеваний, по сути, инсультов. Второй основной причиной смертности в мире направлен на создание новых технологий доставки лекарственных средств непосредственно к поврежденным нейронам. Уникальность проекта состоит в использовании натуральных клеток крови в качестве носителей лекарственных препаратов. В результате, надеюсь, будут разработаны новые протоколы предупреждения и лечения данного вида заболеваний. Другой перспективный проект – когнитивные и нейролингвистические технологии персонализации образования и реабилитации детей. Говорит сам за себя. В результате его выполнения на базе университетской клиники и детской городской больницы номер 8 Казани будут проведены комплексные диагностики и реабилитации детей с нарушениями речи и с болевыми синдромами. Разработаны и внедрены в образовательный процесс персонализированные программы обучения для них. В то же время откроется возможность создания эффективных технологий образования и для здоровых детей. Научный прорыв, нефтематеринские толщи, сланцы и залежи углеводородов, как недооцененные источники эмиссии парникового метана. Данный проект направлен на исследование эмиссии метана, способного содействовать изменению климата. С одной стороны, это глобальная проблема, которая важна для понимания того, как будет в ближайшем будущем изменяться климат. С другой стороны, это очень практический проект. Сегодня слова «Домоник» и «Бажен» часто звучат в нефтяном сообществе. Так вот, по сути, это основные резервы высококачественной нефти в России на ближайшие 15-20 лет. Запасы этой нефти огромные и исчисляются многими десятками миллиардов тонн. И в Волго-Уральском бассейне, и в Западной Сибири. Разработанные нашими учеными, технология позволит установить характер распределения нефти на этих территориях и обнаружить перспективные места, где нужно будет проводить основную разведку и добычу черного золота. Должен сказать, что все наши приоритетные направления, стратегические единицы и научные прорывы были выбраны не случайно. Прежде всего, они дают ответ на различные по своему масштабу вызовы, которые сегодня существуют в мире, в стране, в регионе. Этим объясняется их востребованность, соответственно, и меры их поддержки. В частности, в Татарстане есть нерешенная проблема, связанная с отсутствием региона, прежде всего его столицы, в глобальных рейтингах по науке и образованию. Так, 15 февраля 2017 года британская компания КУЭС, это основное рейтинговое агентство для университетов, и сегодня они начали также рейтинговать и территории, опубликовала результаты рейтинга лучших студенческих городов мира. Число 100 наиболее комфортных для обучения студентов городов вошли в Россию, город Москва, Санкт-Петербург, Томск и Новосибирск. Вхождение российских городов в рейтинг КУЭС является важным фактором, способствующим привлечению университетов студентов со всего мира, а также их продвижению на международном научно-образовательном рынке. Ко всеобщему сожалению, мы не смогли войти в рейтинг лучших студенческих городов, поскольку один из критериев отбора было условие наличия на территории города не менее двух вузов, входящих в общеобразовательный рейтинг, я имею в виду глобальный рейтинг. На сегодняшний день в нашем данном рейтинге находится только Казанский федеральный университет. Нельзя не отметить складывающуюся парадоксальную ситуацию и с отсутствием вузов республики в предметных рейтингах. Компьютерные науки, несмотря на развитую IT-инфраструктуру и общее позиционирование Татарстана как продвинутого IT-региона. Наши университеты, к сожалению, не играют в общемировом контексте какой-либо заметной роли в инфокоммуникационной отрасли. В принципе, подобные картины в медицинских и инженерных науках, несмотря на большую концентрацию в республике промышленных предприятий. Именно эти обстоятельства в свое время подвергли нас на развитие данных направлений в системе КФО. И вы знаете, на попечительском совете мы рассматривали отдельно и медицинские направления, рассматривали и инженерные направления. Тогда задавалось много вопросов, для чего это нам нужно. Вот я хочу сказать, что это нам нужно и для университета, и для продвижения территорий. А ведь именно развитие этих направлений необходимо для увеличения конкурентноспособности региона и позиционирования в мире. В этих рейтингах важную роль играет накопительный принцип. Мы для себя наметили, что нам надо 2-3 года для того, чтобы в этих предметных рейтингах глобальных присутствовать. Уважаемые коллеги, я лишь тезисно осветил проблемные моменты касательно нашего региона и считаю целесообразным предметно рассмотреть их не сегодня, а на ближайшем заседании, созданном вашим указом Русланом Аргалейского Совета по образованию и науке, при подготовке которого, я думаю, главной координирующей роль будет за профильным нашим министерством. В то же время хочу сказать, что в соответствии с опубликованными вчера результатами, наш университет впервые за последние годы оказался в так называемых предметных рейтингах по 8 категориям. На слайде представлены занимаемые нами позиции, например, в области лингвистики, мы в диапазоне 101-150, в области, ну они дают 50%, не уточняя конкретные позиции после 100. В меде 151-200, столько же в археологии, в образовании. Мы занимаем в мире 251, ну промежуток 251-300. Среди российских вузов, представленных в данных рейтингах, мы, безусловно, занимаем лидирующие позиции, вторые, третьи места. Перед нас Московский госуниверситет по многим позициям только находится. В свое время, и это известно всем, мы регулярно подвергались многочисленным критическим замечаниям с разных сторон, когда нам меняли в вино резкое ухудшение качества подготовки учителей, журналистов, специалистов в области истории, языка и литературы. Но академический мир нас при этом признает сегодня. Согласно указанным предметным рейтингам, мы входим в глобальный топ 0,5% общего числа университетов мира. В мире оценивается примерно 40 тысяч университетов, хотя их, конечно, намного больше. Значит, кто-то либо намеренно искажал действительность, либо упорствует в собственной невежестве. Казанский университет заметно представлен сегодня и в глобальных рейтингах, то есть с учетом всех показателей. Вот здесь вы видите основные – это КУЭС и ТАИМС. В принципе, мы продвигаемся в мировых рейтингах, а ведь несколько лет тому назад нас там просто не было. В целом, мы набрали неплохой ход в области модернизации своей инфраструктуры. Пожалуйста, посмотрите на слайд, где как раз отражено это движение по годам. Мы рассматриваем инфраструктурные изменения как неотъемлемую компоненту развития. В то же время хочу сказать, что это огромное отвлечение финансовых ресурсов университета от его магистральных задач, места закупки современного высокотехнологического оборудования и привлечения ведущих ученых нам приходится решать многие хозяйственные и административные вопросы, которые копились многие десятилетия. Поэтому хотел бы попросить уважаемых попечителей по возможности оказывать нам содействие в этом направлении, сократив до минимума всяческие обременения. В то же время мы не только модернизировали и улучшали свою инфраструктуру, процессы развития видоизменилась и оптимизировалась сама система управления университетом. Если на первых порах мы руководствовались иерархическим принципом, в основе которого была жесткая вертикаль, и это, должен сказать, не была ошибка, это была необходимая мера в период форматирования нового университета, то сейчас мы переходим к комбинированной системе с элементами проектного управления, соблюдением принципа делегирования полномочий. То есть мы, Рустам Наргалевич, на уровне университета переносим все принципы управления бизнесом. Поскольку наш университет достаточно большой, управление им только из одной точки крайне считаем неэффективным. Была изменена и система руководства научными исследованиями. От традиционной схемы организации науки на базе кафедр и лабораторий мы перешли вначале к системе Open Lab, это так называемая открытая лаборатория, суть которой заключалась в том, что мы создаем инфраструктуру, покупаем оборудование, определяем бюджет, а дальше говорим, ребята, у кого есть интересные проекты, пожалуйста, приходите на нашу территорию и реализовывайте их самостоятельно. Самое главное, чтобы ваши интересы совпадали с приоритетами, выбранными в университете. В настоящее же время мы все больше ориентируемся на систему Open Science, которая построена по принципу, очень напоминающему суть работы современных социальных сетей в интернете. Но если в соцсетях все построено на поиске и коммуникации друзей, то в пространстве Open Science главной задачей является найти партнеров по реализации совместных научно-исследовательских проектов. То есть мы говорим, вот мы такой-то научный проект реализуем. У кого есть еще желание присоединиться, мы имеем вот такие ресурсы, что имеете вы, и когда находим партнеров, то объединяем свои усилия. Конечно, это нам экономит время и самый главный ресурс. Отдельной темой, помимо создания нашей инфраструктуры и продвижения в мировых академическом пространстве, на который я хотел бы акцентировать ваше внимание, является формирование интеллектуального потенциала. Именно такая задача была поставлена президентом республики при создании стратегии 2030. И, конечно, Казанский университет здесь не остается в стороне данной проблематики. Реализация программы 5.100 университета позволила нам определить лидеров процесса модернизации научных исследований. На слайде представлены наши ведущие ученые. У них очень высокие наукометрические показатели. Они приехали к нам из различных регионов России, из различных стран мира и сегодня с большим желанием занимаются научными исследованиями на наших площадках. Причем это далеко не весь наш корпус ведущих ученых. Здесь только те, кто участвует в приоритетных направлениях, руководят лабораториями. Это непосредственно позволило нам и привлечь в стены университета достаточно большое количество иностранных студентов. Сегодня их в составе университета 4200 человек обучаются. В целом же мы формируем обширную интеллектуальную среду, представители которой будут у нас работать и завтра. Ведь по большей части это молодые люди в диапазоне 35 лет, но уже заработавшие себе авторитет в научном мире и имеющие большие амбиции его укрепить. Сегодня такой корпус перспективных ученых насчитывает более сотни человек. Все кадровые решения по нему во избежание субъективных обстоятельств в обязательном порядке согласовываются лично с ректором и дирекцией реализации программ. Мы этих молодых людей называем поколением топ-100. Мы очень благодарны, Рустам Нургалевич, вам и директору компании «Связь Инвестнефтехим» Валерию Юрьевичу Сорокину и за ежегодные стипендии нашим молодым ученым. И просили бы вас продолжить эту практику. Напомню, это 20 стипендий по 15 тысяч рублей, одаренным молодым людям. Уже в течение трех лет все это происходит. В то же время, реализуя вашу установку, уважаемый Рустам Нургалевич, мы постепенно стали превращаться в университет, который постепенно интегрируется в реальный сектор экономики на принципах партнерства. И хотя здесь много законодательных препятствий, мы эту работу делаем, способствуя увеличению конкурентоспособности, как нам кажется, наших промышленных компаний, развитию территории, на которой мы с вами находимся. Сегодня в мире говорят об университетах 3.0. Речь идет о новой концепции развития университетов, которые сильно отличаются от наших традиционных представлений. Как вы помните, в первоначальной версии они были ориентированы на только образование, особенно в нашей стране, поскольку наука была сконцентрирована в институтах Академии наук. Привлечение талантов и воспроизводство на этой основе. Затем, в версии 2.0 задачи были расширены за счет исследовательских компонентов, то есть начали университеты рассматривать как центры образования и науки. Но сейчас этого уже недостаточно. Концепция университета 3.0 предполагает создание на базе университета интегрированные предпринимательские экосистемы, в которые они становятся ключевыми поставщиками инноваций. По сути, они начинают выступать в роли компании, которая умеет управлять результатами интеллектуальной деятельности и хорошо понимает принципы функционирования новых рынков. Эту работу мы тоже начали производить. У нас были созданы и школа предпринимателя, уже второй год работает инжиниринговые площадки и так далее. В России это выразилось сегодня в запуск федерального проекта, который называется «Вузы как центры пространства создания инноваций». Сегодня готовятся соответствующие нормативные акты, но уже сейчас определено, что должно там быть. В этом проекте обязательно будет проект с горизонтом финансирования до 2025 года и включает в себя программу 5 топ 100, в которой мы участвуем. То есть участие в этой программе будет стоять как основной необходимый показатель. В качестве ключевых индикаторов обозначено наличие инжиниринговых и других университетских центров инновационного, технологического и социального развития. К 2025 году в России таких центров планируется создать не менее 100. Я думаю, мы там должны быть и обязательно будем. Важнейшим фактором формирования подобных структур является эффективное взаимодействие университетов с глобальными и региональными высокотехнологическими компаниями. В свое время широкую известность получили проекты в рамках, как вы помните, постановления правительства 218. Напомню, мы реализовали 9 таких проектов на общую сумму 3,6 миллиардов рублей. Это и с компанией «Татнефть», с группой компаний «Таиф» и рядом других компаний в нашей республике. Сегодня практически со всеми нефтехимическими предприятиями у нас аналогичные проекты идут. Для эффективного взаимодействия создаются новые финансовые инструменты. Мы сегодня, например, в Российском научном фонде неделю назад объявлен грант. Я специально это озвучиваю, потому что здесь директора предприятий крупных наших седей. Объявили гранты на разработку новой или усовершенствование производимой продукции. Создание новых или усовершенствование принимаемых новых технологий в интересах российских компаний. При этом требуемое софинансирование от компаний-партнеров практически минимально. Мы проводим работу по мониторингу проблем крупнейшей компании республики. В конце года мы написали письма их руководителям с просьбой обозначить нам перечень наиболее острых проблем и направлений. Практически ото всех мы получили отклики. Так что дальше, надеемся, будем двигаться по конкретным проектам. Мы вот после 17-го часа со специалистами компании собираемся и по каждому вопросу будем выяснять, что мы можем делать, в каком объеме можем делать и какие ресурсы для этого есть. В связи с этим нами были созданы различные площадки трансферотехнологий, среди которых я бы особо хотел выделить те, что работают по приоритетным направлениям. Например, мы создали центр катариза мирового уровня, в котором можно синтезировать и проводить полный цикл испытаний катализаторов для нефтехимии, нефтепереработки и даже для нефтедобычи. Последнее является новшеством в нефтяной тематике нашей страны. Буквально в ближайшие месяцы испытания таких катализаторов, я надеюсь, впервые пройдут совместно с компанией «Татнефть» на месторождениях бетон. Полным ходом идет создание платинового катализатора и технологий для силиконовых резиновых смесей горячего отверждения и жидких силиконовых резин до первого в России производства силиконовых резин аддитивной вулканизации на базе производственных мощностей Казанского завода синтетического каучуга. На очереди создание катализаторов полимеризации, которые мы разрабатываем в рамках программы «5 ТОП-100». Сегодня мы обладаем новыми компетенциями в области создания катализаторов для нефтепереработки, сферы, срезвычайно актуальной для нашей республики. Это не только разработки, но самое главное и обязательное создание соответствующих образовательных программ, поскольку проекты могут эпизодически возникать, потом необходимости в них не быть, но мы людей будем на этих проектах обучать. Уникальный центр также был создан, трансферы, которые мы создали в рамках ФЦП по Фарме 2020. Это инфраструктура полного цикла промышленного выпуска лекарств от синтеза, соединения, оценки его биоактивности до клиники, клинических испытаний и опытного производства. Сегодня при поддержке ФЦП Фарма мы проводили доклинические испытания ряда востребованных потенциальных лекарственных средств, в том числе эффективных противоопылевых препаратов. Самая дорогая стадия испытания лекарственных средств – это клинические. Благодаря вашей поддержке, Руслан Маргаревич, мы создали собственную базу для этого на площадке нашей клиники, на улице Волковой, и получили право проводить такие испытания. Ограниченные клинические исследования, например, в области разработки новых генных и генноклеточных препаратов, как и новых способов нейрореабилитации, мы проводим за счет наших собственных средств. Однако для широкомасштабных клинических исследований, отечественных разработок, которые напрямую связаны со здоровьем россиян и национальной безопасности, нужны другие специальные программы поддержки не только бизнеса, но и государству. На сегодняшний день практически этим делом занимаются крупные международные центры, практически со всеми из них мы у вас на встречах бывали. Основные заказчики выступают в зарубежной компании «Нова Нордикс», «Новартиз», «Астразена», «Байерфильм», «Моррис». И это не только они выполняют свою работу, но и финансируют соответствующие лаборатории нашего Казанского университета. И было бы, я считаю, целесообразным, если бы мы в развитии этих проектов разработали региональный проект по фарме. Также была инициирована Руслан Моррилович передача ряда инжиниринговых центров РЦИ «Химтек», я думаю, которой станет еще одной площадкой трансферотехнологий разработок КФУ и центром выполнения высокотехнологических проектов для ТАТ-нефти, малых нефтяных компаний, да и для группы компаний ТАИФ. В своем развитии мы опираемся на богатый потенциал нашей республики. Сегодня мы являемся самым экономически эффективным ВУЗом, что оценивается по вложению ресурсов и по получаемым результатам. И хотим занять лидирующие позиции в проекте «5.100» стать передовым центром инновации развития в мощном мультикультурном международном университете, участвующем в создании и трансляции глобальных ценностей. Не только в нашей стране, но и в целом по миру. В то же время перед нами стоят определенные проблемы. Сегодня во время объезда мы посетили объекты двух направлений, которые теснее других интегрированы в социально-экономическую жизнь республики. Это медицина и подготовка учительских кадров. Позвольте остановиться на них чуть-чуть подробнее. Во время осмотра медицинского кластера, надеюсь, нам удалось продемонстрировать наше стремление к росту качества медицинской помощи в нашей университетской клинике. От имени всего коллектива университета позвольте поблагодарить президента республики и правительства, министерства соответствующие, которые курируют систему здравоохранения, за принятое решение о тесной интеграции нашего медицинского звена в систему регионального здравоохранения и наделение государственным заданием в системе территориальной программы госгарантии. Это позволило в 2016 году предоставить помощь более 25 тысячам пациентам в условиях стационара и оказать амбулаторную помощь более чем 200 тысяч случаев. Однако, необходимо отметить, что на пути развития существует определенная сложность. В связи с уточнением межбюджетных отношений с федеральным центром, мы как организация федерального подчинения утратили доступ к средствам бюджета республики. На выполнение высокотехнологических вмешательств. А ведь речь идет о 40 миллионах рублей, крайне необходимых сегодня для развития клиники. Дело осложняется еще тем, что из-за ведомственной подчиненности Министерства образования России нам порой бывает очень сложно транслировать свою позицию относительно устойчивого наращивания объемов оказания высокотехнологической медицинской помощи в федеральный Минздрав. Просили бы вас, уважаемый Рустам Наргалевич, коллег, а также Олега Викторовича рассмотреть возможность оказания нам содействия в этих вопросах. Все-таки мы выполняем и ту же функцию, и соответствующие министерства могли бы также курировать этот блок вопросов. Я уже говорил ранее, что мы рассматриваем нашу клинику не только как место, куда граждане обращаются за медпомощью, но и как центр формирования медиков нового поколения. И сегодня важно давать им не только научную базу, но и обучать их на практике обращений с пациентами. Хотелось бы, чтобы все это происходило на площадке достойного уровня. Поэтому мы нуждаемся, уважаемый Рустам Наргалевич, уважаемые коллеги, в вашем содействии по завершению начатых нами работ либо в виде финансирования прямого, либо в виде кредитов. Говоря о подготовке медицинских кадров, необходимо отметить, что они сегодня обучаются в 5-6 корпусах разной степени доступности, что, безусловно, не способствует повышению качества образовательного процесса. Поэтому нам крайне нежелательно завершить работы по зданиям военного госпиталя до начала сентября. Два корпуса мы сумеем сделать самостоятельно, а вот по третьему рассчитываем на помощь нашего попечительского совета. Второй момент, на котором я бы хотел задержать ваше внимание, это организация подготовки учительских кадров. Как вы знаете, в Казани этот процесс носит у нас распределенный характер. То есть учителей-предметников мы готовим на базе профильных институтов. При внедрении такой модели мы исходили из того, что зачастую будущие педагоги, особенно на начальном этапе, плохо знают сам предмет. В частности, чтобы не быть голословным, приведу результаты недавнего тестирования среди учителей физики, которые показали следующую картину. Из 380 участвовавших педагогов только 35% смогли в той или иной степени справиться с заданием. Соответственно, это отражается на качестве наших абитуриентов и их профессиональном выборе. Сегодня все говорят об инженерном образовании. Вот только порой упускают из вида, что будущий инженер прежде всего должен хорошо знать предметы физико-математического и естественно-научного цикла, азы которых он получает в школе. Поэтому мы особое внимание уделили вопросам подготовки физиков, химиков, биологов. Поэтому мы создаем сегодня модельные предметные классы по этим направлениям, которые вы, Ростан В.Горелович, сегодня могли посетить в данном институте, где у нас сосредоточена подготовка магистров и поставлена прежде всего методическая работа с будущими учителями. И здесь мы подходим к краеугольной теме, а именно к переподготовке учительских кадров. Нам все время говорят, что наш центр переподготовки, который мы создали 6 лет назад, не соответствует требованиям сегодняшнего дня. Мы согласны с такой оценкой лишь отчасти. Во-первых, пока другого кампуса у нас попросту нет, и его нет и у других участников этого процесса. Мы же сегодня не можем за один день поменять все наши кампусы, привести их в достойный вид. У нас для этого нет ни ресурсов, ни возможностей. Но сегодня у нас есть предложение предоставить нам возможность и оказать нам содействие в создании обновленного центра на базе имущественного комплекса по проекту. Вот по адресу Лева Булачник, где мы с вами были, Ростан В.Горелович, это здание принадлежит сегодня университету. Это бывшее учебное здание Татарского гуманитарного педагогического университета. Этот кампус сегодня никем не занят, нуждается в реконструкции. Он находится в исторической части Казани, и в любом случае, наверное, поскольку он находится под охраной Министерства культуры, его есть необходимость восстанавливать. Цена вопроса примерно 150 миллионов рублей. От подготовки учителей, об этом уже президент в своем начальном слове говорил, зависит очень много. Так же, как от медиков зависит состояние здоровья наших соотечественных, то от будущих учителей состояние физическое и моральное. Ранее мы продемонстрировали свои ведущие по стране позиции в предметных рейтингах. Это внешняя объективная оценка качества подготовки учителей. Думается, лучше нас? Все равно никто пока с этой задачей не справится, и мы к этому готовы. Так как являемся единственным университетом не только в Республике, но и в России, обладающим всеми звеньями непрерывной цепи подготовки педагогических кадров и всеми механизмами для апробации новейших методик и трансферотехнологий. В нашем составе два лицея, кстати, ставшие на пару одними из лучших школ России. Мы ведем уникальный для страны проект детского университета. У нас создана сеть педагогических отделений в профильных институтах, где для качественной предметной подготовки есть все от новейшего учебно-лабораторного оборудования до ведущих в своих областях профессоров. Мы сформировали опорные подразделения в развитии данного приоритетного направления, в данном институте психологии и образования с магистратурой по педагогии, со специальными отделениями дошкольного и начального образования. Наконец, важнейшим элементом этой конструкции является Центр повышения квалификации профессиональной переподготовки педагогов. То есть университет и готовит учителей, и сопровождает их на протяжении профессиональной карьеры, располагая всем необходимым стимулом для постоянного повышения квалификации. В свое время, уважаемый Рустам Наргалевич, было решение попечительского совета сконцентрировать повышение квалификации учителей на базе университета. К сожалению, оно не было реализовано в полном объеме. В настоящее время к реализации программ повышения квалификации работников образования в республике допущено около 20 организаций, многие из которых, но это наше мнение, оно может быть субъективно не имеет, ни собственной материально-технической базы, ни соответствующей кадровой базы. Очевидно, что такая ситуация ведет к размыванию ответственности участников образовательного процесса и негативно сказывается на качестве профессионального развития педагогов республики. К реализации программ дополнительного профессионального образования в университете привлечены не просто доктора и кандидаты наук, а прежде всего преподаватели, имеющие большой опыт работы в школе, заслужившие уважение учителей нашей республики. Более того, хочу сказать, что примерно такая же численность, сколько мы переподготовку осуществляем по бюджету, сегодня мы набираем со стороны. У нас переподготовка учителя происходит в Чуаши, с Якутии, с различных регионов нашей страны, при желании мы всю информацию вам можем представить. Однако и в оплате труда научно-педагогических работников обнаружилась негативная тенденция. Начиная с 2015 года мы наблюдаем устойчивое падение финансирования, в то время как объем задания по повышению квалификации работников образования практически не снижается, а имеет тенденцию к росту. В связи со снижением норматива 60 рублей 28 копеек на человек час сегодня снизилось до 47. Оплата труда высококвалифицированных научно-педагогических работников существенно снизилась. Более того, эти люди работают в нашем университете, и в любом случае мы к 2018 году должны выполнить указ президента, майский указ президента Российской Федерации, доведя их уровень оплаты до удвоения. То же самое предстоит сделать и по врачам. Оплату повышения квалификации на наш взгляд необходимо рассматривать как инвестиции в профессиональное развитие учителя, что должно расцениваться как его человеческий капитал. В этой связи представляется своевременным разработка нового норматива, учитывающего современные требования к организации повышения квалификации. Можно было бы дать оценку, сделать такую СЦИ, если будет ваша воля, и протестировать всех наших преподавателей на их компетентность. Мы к этому готовы. В результате таких действий научные работники университета недополучают средства по заработной плате. Вот в прошлом году в общем объеме чуть более 3 миллионов рублей. В целях модернизации системы дополнительного профессионального образования педагогических работников, как ключевого фактора развития образования, предлагаем. Подготовить предложение об организации повышения квалификации работников образования Республики Татарстан с учетом материального оснащения и квалификации персонала в соответствующих учреждениях, оказывающих данную услугу. А также, еще раз хочу на этом обратить ваше внимание, просить СЦИ разработать новый норматив подушевого финансирования программ дополнительного профессионального образования, поскольку сегодняшний норматив не дает возможности улучшать материально-техническое оснащение, а идет только на заработную плату. Проблемы недофинансирования, к сожалению, актуальны не только для переподготовки учителя, но и для функционирования заведения среднего образования. Речь идет о нашем лицее имени Лобачевского, который усиленно работает с одаренными детьми, привлекает к этой работе высококвалифицированных, зачастую остепененных преподавателей, занимает высокие места в России по Олимпиадам и ЕГЭ, но при этом финансируется на ординарном уровне, то есть как обычные школы. Было ваше поручение, чтобы, Руслан Ильянович, данные лицеи, которые находятся при университетах нашей республики, имели другой норматив. Это касается нашего IT-лицея, все вопросы решены, но вот о полиции Лобачевского, видимо, из-за того, что он был передан буквально позапрошлым году, он остался на прежнем уровне. Мы просим вас поддержать дальнейшее развитие лицея в качестве образовательного бренда нашей республики. А на самом деле он таким брендом является все олимпиадники по химии, биологии, значит, по физике в IT, они оттуда выходят. Уважаемый Растан Маргаревич, уважаемые попечители, большая роль в подготовке педагогических кадров принадлежит музеям университета, ведь в настоящее время в КФУ и его филиалах находятся 17 музеев гуманитарного, технического и естественно-научного профиля. Я вношу предложение рассмотреть эту тему на отдельном заседании со специальным ознакомлением с нашими богатейшими музейными фондами. Я думаю, Минкульт нас в этом вопросе тоже, наверное, поддержит. Сегодня уже скажу, что в 2017 году в КФУ объявлен годом Николая Ивановича Лобачевского, так как 1 декабря исполняется 225 лет со дня его рождения и 190 лет со дня его ректорства. Президент республики поддержал данный проект. В ректорском доме университетского комплекса планируется создание музея Лобачевского с мемориальным кабинетом, библиотекой, демонстрационной лабораторией и мастерскими. Музей будет рассматриваться, с одной стороны, как место жизни великого русского ученого, с другой, как творческая, динамично развивающаяся научно-образовательная площадка, востребована как в школьном, так и в вузовском учебном процессе, представляющей интерес для гостей города и для школьников. Ее принципиальным отличием от музеев науки и техники, созданных в разных городах России, станет знакомство посетителей с уникальными приборами 18, 19 и 20 веков, сохранившиеся в университете и они, в основном, все действующие, то есть можно будет зайти и на них поработать. Важной миссией нашего университета также является подготовка высококвалифицированных национальных кадров, способных осуществлять профессиональные и общеобразовательные деятельности на татарском языке. Прежде всего, это касается подготовки специалистов в области языка, литературы, истории. Сегодня при институте успешно функционирует Высшая школа татаристики и тюркологии имени Габдулла Тукая. В рамках государственной программы сохранения изучения и развития государственных языков Республики Татарстан создана сеть образовательных культурных центров Института Каюма-на-Сыри, осуществляющая популяризацию и развитие татарского языка и культуры в России и за рубежом. Действует онлайн-школа обучения татарскому языку, значит, созданы специальные группы, финансированные за республики, которые обучаются также на татарском языке и изучают нашу историю. Учитывая многочисленные просьбы татарской интеллигенции, назрела необходимость создания единого центра распространения и развития татарского языка и культуры на базе нашего университета, который бы охватывал весь татарский мир. Таким центром способен стать создаваемой нами базовой образовательный культурный центр татаристика Института Каюма-на-Сыри в Казани. Данный центр предлагается базировать в Институте филологии и межкультурных коммуникаций, это бывшее главное здание татарского гуманитарного университета, значит, на площадке его актового зала. Для запуска данного проекта также необходимы определенные ресурсы, порядка, ну точнее 37 миллионов рублей. Я бы также просил попечителей, если есть какая-то возможность посмотреть на предмет участия в этом проекте. В то же время реализация наших университетных проектов, я почему на этом говорю, потому что вот эти вещи при проверках Росстану организации зачастую рассматриваются как нецелевое или неэффективное использование федеральных ресурсов. В то же время реализация нашим университетным проектов государственной программы сохранения и изучения и развития государственных языков Республики Татарстан сталкивается также с постоянным сокращением объема их финансирования. Так, в результате ежегодного пересмотра под программ, запланированное изначально на мероприятии, реализуемое университетным финансированием, сократилось в 2015 году на 11 миллионов, в 2016 году на 12 миллионов. По имеющимся у нас данных, в 2017 году планируется также сокращение на 21 миллион рублей. В таких условиях нам становится все сложнее реализовать свою национально-культурную миссию. В связи с этим обстоятельства просим вас, уважаемый Рустам Норгалевич, рассмотреть возможность сохранения уровня финансирования данных проектов. Вместе с тем, культура татарского народа неразрывно связана с культурой России и всего мира. Одной из точек такой взаимосвязи является фигура одного из наиболее известных во всем мире студентов Казанского университета, великого русского писателя Льва Толстого. Мы считаем крайне важным соединить в создании мирового сообщества имя Льва Николаевича Толстого бренд Республики Татарстан. Это будет служить укреплением духовного влияния Республики и России в целом и в мире, а также усиление международного авторитета Казанского федерального университета. Исходя из этого, 2018 год предлагается объявить годом Льва Николаевича Толстого в Казанском университете и присоединить к этому еще и школы. 2018 год, 2017 год Лобачевский, 2018 год Толстой. Наиболее резонансным социально-культурным мероприятием в рамках года Толстого могла также стать премия имени Льва Николаевича Толстого, которая могла бы сделать столицу нашей республики крупнейшим центром мировой литературы. Уважаемый Растан Наргалевич, уважаемые члены попечительского совета, в завершение хочу сказать вот о чем. Казанский федеральный университет сегодня участвует в большом количестве разнообразных государственных программ и проектов. Нам приходится работать со многими федеральными министерствами и ведомствами. Помимо Миноборнауки России, это прежде всего Минздрав, Минпромторг, Минсвязи. Сейчас во взаимоотношении с ними мы действуем практически в одиночку. Думается, наши усилия были бы намного эффективнее при поддержке профильных министерств республики. Поэтому мы очень рассчитываем на помощь наших коллег, как в целом на всемирное дальнейшее участие в развитии университета и его уважаемых попечителей. Спасибо большое, Растан Наргалевич. Спасибо большое. Основной доклад завершился. Если позволите, я про Альмитийский институт также два-три слова скажу. Значит, было решение президента Республики Татарстан, акционерного общества Татнефть. И на сегодняшний день оно согласовано с нашим учредителем Миноборнауки Российской Федерации, значит, о присоединении к нам Альмитийского государственного нефтяного института. Значит, мы провели заседание ученого совета. Голосование было тайно. Стану Наргалевичу, решение ученым советом поддержано. Поэтому сегодня стоит вопрос о подписании соответствующего соглашения с Миноборнауки Российской Федерации на согласование контрольного цифры приема уже на 2018 год за счет федерального бюджета по ряду специальностей. Поэтому здесь работа движется. Но, я думаю, министр образования науки нашей республики тоже подключится к этому вопросу. И мы в течение этого года календарно отработаем все вопросы о передаче, о финансировании. Единственное, там нужно будет в течение трех лет до выпуска, дофинансировать тех студентов, которые сегодня учатся за счет республики. А также обращаемся на Илью Фаточу. Все-таки основной вопрос, который там есть, это вопрос строительства общежития. Других там, ну, я думаю, мы с генеральным директором все вопросы обсудим. Там нет больше других. Юридических аспектов там мы отрешаем. Мы не просто переподчиняем или передаем. Мы на ВАЗе отметивших нефтяного института создаем высшую школу нефтяника. Она потребует в том числе и серьезных вложений со стороны компаний и малых компаний. Мы это понимаем. Потому что важно, чтобы уровень подготовки и, я думаю, что такого нефтяного института, который будет в Альмиковске, вообще в России нет. Ну, Губкина есть в Москве, там, в Фимске. Но конкретно там, где добывается нефть, с учетом серьезной научной исследовательской базы, которая есть у Казанского федерального университета и институт, который есть у компании ТАТИР, ТАТНИПИНЕФИ. То есть это будет образовательный и крупный исследовательский центр. Поэтому и Найлю Фатович, и я, мы эту идею поддерживаем. Но надо сразу ставить серьезные, как бы, амбициозные задачи, чтобы уровень подготовки, лабораторные, специалисты, преподаватели лучшие, которые есть в мире, мы могли приглашать. На самом деле, поднять серьезный уровень этого вуза. У нас самый вопрос по стипендиям. Мы должны утвердить протокол, чтобы получить по стипендиям молодым специалистам, которые вот в связи с Тихий Минвест Холдингом выделяют, там 20 человек. Это продолжение, да? Да, там они здесь, списки у всех розданы, просто за это проголосовать надо. Хорошо, на этом кто за? А то протокол ОРЭК на самом деле. Да, протокол, фиксируем. Значит, еще. У меня все вопросы. Сейчас, Энгель Навукович. Давайте по подготовке специалистов, педагогических кадров вы не доложите. Рахмат Бигзор, Исан Масасхайр, Лакенбархазгада, Уважаемый Рустам Наргалевич, уважаемые коллеги. Ильшат Рафхадж в своем выступлении достаточно подробно рассказал о том, что делается Федеральным университетом для развития педагогического образования. За короткие сроки достигнуто многие, и мне хотелось бы выразить слова благодарности руководству вуза за внимание которой уделяется подготовке учителей. Замечу, что на прошлой неделе мы успешно провели Международный образовательный форум. Все ведущие спикеры определяли профессионализм учителей, качество программ их подготовки, как основной фактор эффективности системы образования в целом. Именно поэтому мы считаем, что одним из ключевых механизмов повышения качества образования в школах является непрорывный процесс совершенствования подготовки педагогов. С 2015 года Республики регулярно проводится диагностический тестирование, в рамках которого мы проверяем знания в учителем содержании преподаваемого предмета. В 2016 году в тестировании приняли участие более 13 тысяч учителей базовых школ Республики. Оно проводилось по 15 предметам. На слайде представлены некоторые результаты. Видно, что определенное количество учителей выполнило работу на баллы ниже средних валов в пустяках школы 2016 года. Это 43% учителей татарского языка, 30% учителей общественного знания, 39% учителей информатики, 31% учителей русского языка, 21% учителей химии и 16% учителей географии. Эти результаты вселяют определенную тревогу. Отмечу, что тестирование проходили только учителя без категории, учителя первой квалификационной категории. Большая часть которых работает в школах не более 5-7 лет и является относительно недавними выпускниками педагогических вузов нашей Республики. Предметные знания являются лишь одной из составляющих конкурентоспособного ученика. Формирование учащихся востребованных компетенций и черт характера становится возможным только благодаря качественной методической подготовке учителя. С целью оценки сформированности выпускников наших вузов педагогических компетенций в соответствии с федерациональным стандартам учителя, который вступает в силу с 1 сентября 2019 года. Министерство в 2016 году провело соответствующую сертификацию, в которой приняли участие 134 выпускника Казанского федерального университета и Набережно-Чельненского педагогического университета. К сожалению, сертификации смогли пройти только 54% заявившихся, что говорит о низкой практической подготовке наших будущих учителей. Большинство из них не умеют планировать урок и исполнять намеченный план, испытывают страх перед школьниками, не умеют решать возникающие проблемы и работать с детьми разного уровня подготовки. Отмечу, что в настоящее время в вузах Республики Татарстан по педагогическим направлениям на очном отделении обучается около 5000 студентов. Очный выпуск учителей из вузов в 2017 году составит 770 человек, при этом 64% выпустятся из КФУ. К сожалению, в течение нескольких лет последних мы фиксируем снижение количества бюджетных мест, выделяемых федеральным центром на педагогическое направление подготовки в вузах Республики. На слайде видно, что с 2014 года снижение произошло на 36,6%. Снижение происходит несмотря на то, что ежегодно-министерство на федеральный уровень уносит предложение по большому часту контрольных цифр приема. При этом необходимо учитывать, что далека не все выпускники вузов приходят работать в школу. На данную ситуацию влияют два основных блока фактора. Первый блок связан с общим низким уровнем готовности выпускников педагогических направлений вузов работать в школе, невысоким уровнем практикоориентированности программ подготовки учителей. Отчасти влияет на это и распределенная модель подготовки педагогических кадров, когда обучение будущих учителей осуществляется не в педагогическом институте, а в профильных предметных институтах, которые сложились в Казанском университетах. Она обеспечивает хорошую предметную подготовку. При этом у студентов будущих учителей при данной системе практически не формируется учительская идентичность, что подтверждает их более низкой ориентацией на продолжение работы школы после окончания учебы в вузе, чем у студентов Елабужского института или Набережного Челненского государственного педагогического университета. Второй блок. Фактор связан с отсутствием сильных стимулов к возврату для работы малых городов сельских и муниципальных районной республикой с бытовой необстроенностью молодых учителей. Так, в настоящее время около 1800 учителей республики нуждаются в улучшении жилищных условий, из них 451 – это молодые учители в возрасте до 35 лет. Безусловно, мы видим ряд муниципальных районов, где проблема жилья для молодых педагогов успешно решается. Это Арский, Сабинский, Зеленодольский районы. В то же время есть муниципальные районы, в которые практически не возвращаются педагогические кадры – это Камск, Костинский, Чермшанский, Новошесть-Минский, Рапнослободский район. Здесь необходимо принимать решения по реализации специальной программы поддержки молодых учителей при обретении жилья в рамках ипотечного кредитования. В формировании квалифицированного педагога не заканчивается этапом его подготовки в УЗИ. Далее, в соответствии с действующими образовательными стандартами, учитель должен не менее одного раза в три года повышать свою квалификацию. Так, в 2017 году свою квалификацию повысит практически 20 тысяч педагогов республики. На это будет затрачено более 100 миллионов рублей за счет средств республиканского бюджета. В 2017 году 37% педагогов или 7 330 человек пройдут повышение квалификации в Казанском федеральном университете. 24% – институт развития образования, 21% – на Бернашинском государственном педагогическом университете. Остальные 18% распределены среди наших ресурсных центров и профильных образовательных организаций. Сегодня мы заинтересованы увеличением объема повышения квалификации учителей предметов в университете с учетом его развитой материально-технической базы и высококвалифицированных педагогических кадров по профильным предметам. Но в то же время мы фиксируем, что в рамках реализуемых программ повышения квалификации, к сожалению, не в полной степени используется потенциал профильных институтов Казанского федерального университета. Фактически повышением квалификации учителей в Казанском федеральном университете занимается педагогой специально созданного центра повышения квалификации, которые не прикреплены к профильным кафедрам, не занимаются научными исследованиями и не работают со студентами. Безусловно, модернизация требует инфраструктура повышения квалификации педагогов. Зачастую учителя, приезжая в Казань на курсы повышения квалификации, попадают из отличных условий их отремонтированных муниципальных школ в условия центра, помещение которого не видели ремонта с 80-х годов. Поддерживаю Ильша Таравхадовича и считаю, что создание нового современного центра повышения квалификации учителей в Казани позволит существенным образом улучшить качество профессионального развития наших учителей. Отмечу, что в настоящее время уже многое делается для повышения качества педагогического образования. Так, благодаря вашей Рустаму Наргалевичу поддержке, совместно с ВУЗом и начали реализацию программы по целевому обучению педагогических кадров по заказу муниципалитетов. В настоящее время зачислено 183 стипенята, 57 из них обучаются для школ татарским языком обучения. Для этой категории педагогов КФУ организованы специальные модули обучения, которые подготовят их к работе в билингвальной образовательной среде. Кроме того, сегодня у нас была возможность увидеть центр магистратской подготовки КФУ, в котором созданы модельные школьные классы для обеспечения возможности отработки педагогами и магистрантами профильных навыков работы со школьным лабораторным оборудованием. Что нам и предлагается. В то же время мы предлагаем ряд дополнительных решений, направленных на повышение качества подготовки и профессиональное развитие учителей КФУ. 1. Предлагается определить Казанском федеральном университете на уровне ректората освобожденные лица, ответственность за подготовку педагогических кадров. В настоящее время такого центра ответственности нет. Для реализации любых инициатив министерства вынуждены взаимодействовать с девятью различными институтами. В результате этого КФУ, например, не организованы единые кураторства наших селевиков. Кроме того, требуется принять дополнительные меры по повышению практикоориентированности программ подготовки. 2. Предлагается реорганизовать приводческий межрегиональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. При этом необходимо максимально использовать ресурс профильных институтов Казанского федерального университета при формировании и реализации программ повышения квалификации учителей с частью предметной подготовки. 3. Предлагается проработать вопрос и внести предложение о модернизации инфраструктуры повышения квалификации учителей КФУ. 4. Предлагается с текущего года внедрить сдачу выпускникам педагогических направлений Единого государства и экзамен для оценки знаний предмета, а также сертификацию на соответствие профессиональному стандарту учителя с части педагогических компетенций. Просим Федеральный университет оказать максимальное соответствие в части привлечения выпускников к этим процедурам. 5. Также в целях максимально эффективного использования бетчатных средств предлагается рассмотреть возможность включения магистров педагогических направлений КФУ республиканской программы целевой подготовки учителей для школ Республики Татарстан. 6. Предлагается также совместно с ГЖФ проработать и внести предложение по созданию механизма льготного и патичного кредитования молодых учителей. Уверен, что предполагаемые меры позволят стимулировать повышение качества педагогического образования Республики Татарстан и повысить профессионализм молодых учителей, ежегодно приходящих в наши школы. Спасибо. У вас всё, да? Всё. Тем более, сегодня есть возможность создать некий такой центр, куда и университетские повышения квалификации, институт повышения квалификации можно в одном месте собрать и организовать работу. Более 10 структур занимаются этим. Я даю поручение Афазливой. Создайте комиссию в ССИ, Кудрявшего, есть у кого посмотреть, у кого какие возможности и как мы готовим, как идёт переподготовка. Это первое. Независимо от этого, сегодня надо посмотреть, каким образом мы можем выделить кредит для того, чтобы это здание привести в порядок, чтобы уже в ближайшее время его задействовать на задачи, которые связаны с переподготовкой. Конечно, вот посмотреть Ильдар надо по военному госпиталю, третье издание, чтобы уже хотя бы к концу года, чтобы весь комплекс этот работал, в какой форме, как мы можем организовать кредит, надо посмотреть. Ну и обращаюсь к пописчителям. Посмотрите, у нас по археологии нужно ещё какие-то там были вопросы, где можно принять участие в поддержке нашего университета. Минфину рассмотреть, вот я фазливое дал, а Минфин, Минобразование, в счастье, вот лицей Лобощавского и IT-лицей, там у нас разные ставки, ну так мне сказали, надо посмотреть. Правительству надо принять решение. Лобощавский, наверное, у нас уже принято решение. Год Лобощавского, год Толстого, значит, я думаю, это хорошее как бы мероприятие, тем более, если мы задействуем в этот процесс все наши школы, значит, это будет некий такой хороший посыл. Год Лобощавского, год Толстого, ну, придумайте, как всё это оформить. Ну и, конечно же, Энгель, нам вообще вам тоже надо более активнее отстаивать интересы наших университетов в Москве, потому что у вас есть статус вице-премьера, вы не только за школу отвечаете, вы вообще за систему образования в республике, и, конечно же, вы должны занимать более активную позицию. Поэтому, вот, Ильдар, вам, Минфин, кто у нас? Минфин есть, кто-нибудь? Нет? Ну, Минфину поручение надо посмотреть. Минфин, значит, может, Валера, через вас посмотрим. Значит, счастье, вот, военного госпиталя и центра переподготовки кадров. Вот примерно такие решения. Ну, и то, что озвучил ректор, надо будет проработать, подготовить соответствующий документ. Я думаю, в течение недели все необходимые формальности надо будет выполнять. Есть ещё у нас несколько документов, которые мы хотели подписать в рамках нашего попечительства совета. Давайте, кто у нас организатор? У нас есть, если бы сзади стояли. Да. Для подписания соглашения приглашаются. Мне сказали, чтобы я сзади постоял. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Равкатович Гафуров и министр экологии и природных ресурсов республики Тарстан Фарид Султанович Абдулганеев. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Равкатович Гафуров и министр экологии и природных ресурсов республики Тарстан Фарид Султанович Абдулганеев подписывают соглашение о сотрудничестве области охраны окружающей среды и обеспечении экологической безопасности республики Тарстан между Казанским федеральным университетом и Министерством экологии и природных ресурсов республики Тарстан. АПЛОДИСМЕНТЫ Для подписания соглашения приглашается генеральный директор акционерного общества Аграсила Светлана Геннадьевна Барсукова ректор Казанского федерального университета Ильшат Равкатович Гафуров и генеральный директор акционерного общества Аграсила Светлана Геннадьевна Барсукова подписывают соглашение о сотрудничестве в сфере исследований, инноваций и образований между Казанским федеральным университетом и акционерным обществом «Агросила». Для подписания соглашения приглашается председатель совета директоров инвестиционной компании «Финам» Владислав Вячеславович Кочетков. Продолжение следует... Для подписания соглашения приглашается проректор по инженерной деятельности КФУ Наиль Фаикович Кашапов, заместитель генерального директора Казанского моторостроительного производственного объединения по газоэнергетическому образованию Леонид Валентинович Бобылев и генеральный директор ООО «Техпроект-сервис» Вячеслав Викторович Труднев. Проректор по инженерной деятельности КФУ Наиль Фаикович Кошапов, заместитель генерального директора Казанского моторостроительного производственного объединения газоэнергетического оборудования Леонид Валентинович Бабылев и генеральный директор ООО «Техпроект-сервис» Вячеслав Викторович Труднев подписывают соглашение о сотрудничестве сфере образования, науки, инжиниринга между КФУ, КМПО и ООО «Техпрокт».